В республике насчитывается более 1200 крестьянских хозяйств. Чувашьи аграрии уже третий год участвуют в программе поддержки начинающих фермеров. Ее объем уже приблизился к 160 миллионам рублей. Сегодня представители таких хозяйств собрались подвести итоги работы, рассказать о результатах и возникающих трудностях. Чуваши отмечены в числе лучших регионов России, где своевременно осваиваются средства программы поддержки начинающих фермеров, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. Все начинается в первую очередь с желания заниматься разведением животных. Далее уже составляются бизнес-план, собираются необходимые документы и подаются в администрацию сельского поселения. Их рассматривает специальная комиссия, и если результат окажется положительным, будьте добры усердно трудиться. И не только для получения прибыли, но и для благоустройства места обитания животных, своевременной оплаты налогов, оформления отчетов. В 2007 году наш совет семейный решил заняться животноводством. И с того момента мы начали заниматься молочным животноводством. Мы начали с трех коров. В этом году мы решили участвовать и подали заявку на грант по программе развития семейно-животноводческой фермы. И мы выиграли этот грант. На данный момент мы уже построили ферму на 100 голов. Мы их уже заселили, потому что на данный момент у нас поголовье достигло до 60 голов. Старая помещает только 40. И в данный момент у нас идет работа по закупке молодняка. После получения гранта фермеры обязаны в течение пяти лет заниматься хозяйством и отчитываться перед профильным министерством. Тем, кто еще не успел сдать отчеты в этом году, нужно поторопиться. Крайний срок – январь 2015 года. Те же, кто уже попробовал себя в сельскохозяйственном бизнесе, делятся впечатлениями и вносят предложения. Нам бы хотелось вот такие, ну, льготные кредиты беспроцентные, малопроцентные. Тогда можно было бы развиваться. Если нашу продукцию будут государство покупать и куда-то реализовывать по какой-то цене определенной, мы бы могли свои планы уже на годы вперед уже планировать. Вот это и кредиты. Остальное мы справились бы. К сожалению, находятся и недобросовестные фермеры, которые, получив грант, тратят деньги не по назначению. Но с них спрос строгий, подчеркнул министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Как минимум, несостоявшемуся фермеру придется вернуть деньги государству. При необходимости могут привлечь и правоохранительные органы. Для начинающих фермеров и для тех, кто еще сомневается, стоит ли браться за собственное дело, специалисты Министерства сельского хозяйства проводят мастер-классы с выездом в районы. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.